всех приветствую на моем канале меня зовут евгения саженцева я психолог и богослов в одном лице то что я говорю я вас призываю принять осознанно без страхов а просто принять это для того чтобы менять свою жизнь к лучшему мне на самом деле приходит много писем и кто-то меня благодарит кто-то просит чтобы я не демонизировала нарциссов кто-то наоборот очень рад что нашел психолога который освещает тему нарциссизма с нескольких сторон из духовной и с точки зрения психологии я буду снимать то что я сама считаю нужным то чему зовет меня голос интуиции и возможно даже голос бога конечно я его не слышу но чувствую сердцем я единство что хочу вас попросить мой рабочий номер он именно для работы для заявок на консультацию потому что я одна вас много меня не хватает просто на переписки сегодня я хочу вам разложить все по полочкам откуда у меня пришла вот такая теория что нарциссы бесноватые и они дети сатаны давайте вот просто представим да вот и с точки зрения психологии с точки зрения богословия а потом вместе эти теории соединим и вы сами увидите что все сходится вот смотрите мозг человека здоровый мозг человека обладает эмпатией то есть сочувствием состраданием а а также испытывать чувство вины тогда когда ты сделал что-то плохое у нас работает так мозг в мозге психопата и нарцисса это эти отделы они недоразвиты или даже отсутствуют там отсутствует серое вещество в этих местах где сочувствие сострадание чувство вины окей но тогда возникает вопрос если ты просто не чувствуешь когда другому больно это еще как то можно объяснить да что человек делает ненарочно ну случайно делает нам неприятно но другое дело когда он испытывает удовольствие удовольствие когда ты причиняешь боль другому ведь именно это испытывают нарциссы и как это можно объяснить как это можно объяснить давайте рассуждать дальше каждом из нас происходит борьба то есть я не говорю что только нарциссы бесноваты мы все существуем с разными страстями и боремся до конца нашей жизни но при этом при всем у нас сохраняется человечность и мы способны свой поступок например спустя время проанализировать покаяться попросить прощения у того кому мы причинили боль потому что у нас есть эмпатия сочувствие совесть и ощущение своей вины так вот теперь давайте представим что та же самая борьба и те же самые бесы которые есть в каждом есть и в нарциссе но при этом при всем этот человек не имеет в мозге отделы отвечающие за сочувствие то есть этот сосуд грубо говоря машина машина которая все отделы остального мозга все отделы мозга работают прекрасно на достижение своих целей на то чтобы обогатиться например за счет другого да и и так далее тому подобное они хорошо там например в математике считают могут очень прекрасно рассуждать быть умными но при этом при всем представьте себе этот человек не имеет сочувствие сострадание и плюсом если вот представьте да что в нем присутствует демоны бесы что они нам хотят сказать эти бесы они нам изначально от создания веков хотят погубить человека именно бесы радуются те моменты когда нарциссы совершают гадкие поступки вот в этот сосуд вот в эту машину грубо говоря в этот в эту нейросеть если хотите в этого робота у которого нет совести сочувствия сострадания в этот сосуд заходит бес и творит все что он хочет и борьбы там нет такой как у здорового человека который чувствует свою вину то есть это торжество демонических сил чтобы вы понимали и когда у них получается причинять боль другим и страдания они радуются что у них все получилось поэтому нарцисс эта машина на поражение на достижение своих целей и плюсом ко всему бесноватый который будет уничтожать всех кто попадется ему на пути разными изощренными способами не удивляйтесь что нарцисс улыбается когда вы плачете улыбается когда и у него получилось причинить вам боль злорадствует вам также не любит когда у вас что-то хорошо в жизни это уже не касается его мозга потому что все что говорит его мозг это безразличие ко всем а все вот эти вот реакции радости и удовольствие от боли других это уже демонические реакции то что сколько я вот по психологии не читала статьи там не не говорится таких суждений о том что вот именно они осознают свои поступки они просто не чувствуют не чувствуют когда другому плохо вот вот как психологи научно это объясняют но мы-то с вами видели не наверно в своей жизни не раз как эти чудовища лыбятся как они получают удовольствие от страданий и эту улыбку ни с чем не перепутая что улыбка сатаны понимать беснование я хочу подчеркнуть что в каждом из нас проходит эта борьба не только нарциссы такие вот как бы самые плохие люди на земле у нас у всех страсти да но при этом при всем мы можем раскаяться в своих поступках мы можем ощутить боль другого мы можем признать свою вину они не могут у них закостенелость и торжество темных сил хотите со мной согласиться хотите нет ну дело ваше но я разбираю тему нарциссизма во всей сфере моих знаний которые у меня есть из точки зрения психологии с точки зрения богословия так что если вы хотите глубоко копнуть в этой теме и осознать с кем вы имеете дело я всех приглашаю на консультацию телефон в описании если вам именно тема религии не интересно мы будем говорить только о психологии только о биохимических реакции реакциях организма а пути восстановления через определенные действия если вы веру с человеком буду еще давать какие-то советы с точки зрения именно веры как бы я ни на что на самом деле в личной терапии не настаиваю я исхожу из запроса клиента так что всем до связи всем прекрасного настроения всем осознанности и человечность спасибо нужно прокачивать так скажем свою связь с богом свою силу духа и двигаться дальше и 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